Всем привет! Я знаю то, что вы вообще соскучились по урокам по Linux, по таким техническим, но я честно вам скажу, я очень-очень сильно устаю работать. Я даже не брал себе выходные на Новый год, у меня и 31 и 1 число были рабочими днями, я так, правда, чуть поменьше часов работал, но я решил не тратить выходные дни. И я, в общем, дико устаю делать эти технические всякие штуки, и поэтому я сейчас стараюсь отдохнуть, набраться сил, и я записал опять очередное такое более-менее поверхностное видео, в котором я расскажу о примерной задаче DevOps-инженера. Кроме того, у нас прошлое видео вышло такое немножко пессимистично, хотя я его таким не задумывал, но тут вы просто мою мимику считываете, которая у меня, в принципе, такая по жизни грустненькая. Основной у меня посыл был не в том, что профессия заканчивается, а в том, что надо эволюционировать, чтобы оставаться на плаву, это справедливо, в принципе, для любых профессий, так что ничего такого страшного в этом нет. Сегодняшнее видео будет у меня такое обобщающее поверхностное, но все-таки с некоторыми деталями, чтобы это было, конечно, интересно. Двух одинаковых задач у девопсов разных быть, безусловно, не может. Я вам показываю пример того, что я делаю. Люди могут делать совершенно разные вещи. Это просто такой взгляд на мою ежедневную рутину. Я постараюсь вам побольше таких подкидывать, чтобы у вас сформировалось представление о том, чем можно, в принципе, заниматься, если вы вдруг не занимались. А если вы вдруг этим уже занимаетесь, может быть, вам будет интересно послушать, с чем я тут сталкиваюсь и как я это реализовываю. Я работаю уже полтора года в кошельке Exodus, в биткоин-кошельке, ну, в смысле вообще в криптовалютном кошельке. У нас там много очень монеток, поэтому я вам сначала расскажу про специфику работы, а потом уже какие-то конкретные примеры. Именно поэтому я здесь биткоины налепил в левом верхнем углу. Итак, у нас есть наш криптокошелек, и, как правило, задача для девопс-инженера звучит так. Нужно подключить какую-то монету. Опять же, не будем сейчас задаваться в подробности, как это происходит. Кроме того, я подписал очень много различных соглашений, я не могу раскрывать специфику работы, не могу вам показывать код, не могу говорить какие-то детали, раскрывать. Но в целом, в общем, я, безусловно, с вами могу поделиться тем, что у нас происходит. Тем более, что я буду приводить пример те репозитории, которые у нас есть в открытом доступе, и наш код, собственный, показывать вам не буду. Но расскажу логику того, как мы это все выстраиваем. Так вот, как правило, приходит задача, которая звучит так. Подключить какую-то монету к кошельку. Это может по-разному происходить. Могут наши какие-то менеджеры, у нас такая большая, довольно талантливая команда, она может принять решение добавить какую-то монетку. Вот сейчас, например, у нас на слайде мы видим, как я Monero буду добавлять. Мы Monero добавили в десктопный кошелек, но относительно давно, в мобильный, только недавно у нас для мобильных тоже появилось приложение. Так вот, могут менеджеры принять решение добавить какую-то монету. Может быть, к нам как-то придет сам представитель монеты, тот, кто делает эту монету и говорит, давайте-ка сделайте, добавьте нашу монету в кошелек, мы в этом заинтересованы. Не суть. В общем, принимается решение о том, что нужно добавить функционал, добавить возможность работать с этой монеткой в кошельке. FrontEd разработчики, они начинают выяснять, какой существует клиент монеты. То есть, это, безусловно, какой-то код. Я вам приведу сейчас примеры. То есть, это какой-то код. И наши разработчики кошелька, они смотрят, могут ли они работать напрямую с вот этим вот клиентом монеты. То есть, мы видим какой-то клиент монеты, у него есть какой-то API, можем ли мы с ним работать. Если они говорят то, что да, могут, отлично, просит нас развернуть этот клиент монеты. Это как раз то, о чем мы сейчас будем говорить в дальнейшем. Мы ищем репозиторий, анализируем, посмотрим, что в нем плохого, что в нем хорошего. Делаем кучу различной магии, после чего говорим, вот он у нас есть, подключайтесь, пробуйте. FrontEd разработчики смотрят, подключаются, пытаются понять, достаточно им или недостаточно этого функционала. Если им достаточно, они начинают писать свою часть. Если недостаточно, они смотрят, говорят, ну да, тут функционал какой-то бедненький. Давайте посмотрим, может быть, уже есть в открытом доступе какие-то дополнительные программки для работы с этим клиентом монеты. Смотрят, находят, опять говорят нам, вот смотрите, мы нашли, давайте это попробуем. Мы опять смотрим, анализируем, пробуем, собираем, деплоем, запускаем, показываем. Говорим, вот смотрите, они снова трогают, смотрят. Если им функционала достаточно теперь, они начинают писать свой код, который будет работать. Кошелек будет работать. Кошелек на фронт-энде будет работать с бэкэндом, который себя будет представлять вот этот клиент монеты, плюс какую-то дополнительную программку. Если опять им функционала недостаточно, такое часто случается для различных монет, тогда они идут уже к нашим бэкэнд-разработчикам, и наши бэкэнд-разработчики пишут свой дополнительный код, который будет работать с этой монетой. После чего они этот свой дополнительный код опять дают нам, девопс-инженерам, мы снова анализируем, смотрим, тестируем, деплоем, собираем, запускаем, говорим, вот давайте пользуйтесь. То есть это такой в общем, в логическом виде, как происходит цикл того, как подключается монета. Теперь разберемся, собственно, с собой монетой. Как правило, клиент монеты это какой-то код, какая-то программка, которая запускается у вас где-то, и таких программок очень много, это какие-то серверы у кого-то, официальные серверы клиентов монет. Суть в том, что это просто сервер, он связывается по пиринговой сети с другими такими же серверами, и вместе они выстраивают цепочку. То есть у нас есть блокчейн, этот блокчейн у него есть там блоки, но это вы можете уже всю специфику почитать, кто не знает, кто знает, я не буду давать подробности. Вам нужно просто понимать, что есть такая штука, как клиент монеты, это какая-то софтина, которая связывается с другими такими же клиентами, и у него есть какой-то API. То есть есть какой-то узел, куда мы можем постучаться, запросить информацию, и нас этот клиент монеты ответит. Там куча различных есть вариантов того, что можно спрашивать, там, не знаю, самый последний блок, какие там есть транзакции и так далее. Не суть. И вот наш кошелек работает с API этого клиента монеты. Так вот, бывают случаи, когда у нас API в нём очень мало функционала. Много таких монет, ну, например, не знаю, какой-нибудь Neo, EOS, всё что угодно, Nano, куча монет, и к ним нужно ещё иметь дополнительный какой-то функционал. Тогда, как правило, это или кто-то уже написал, но мы такие штуки стараемся не использовать, потому что, как правило, это такой очень слабенький, подучий, нестабильный код. Но, в общем-то, как правило, это какой-то дополнительный индексер. Этот индексер связывается с API клиента монеты, забирает оттуда данные, что-то там добавляет, дописывает, запихивает в базу данных, и у него есть уже свой API точно такой же, и мы уже через API этой дополнительной программки связываемся с базой данных и работаем там. Причём у меня здесь на картинке очень просто написано, что кошелёк связывается напрямую с API какого-то дополнительного индексера, и кошелёк может работать сразу с двумя API. Например, для Tezos он может работать и с API какого-то индексера, и с API самой монеты. То есть какую-то информацию брать оттуда, и какую-то информацию брать оттуда. Самая сила нашего крипто кошелька, безусловно, сам код кошелька, это весь фронтенд, ну и плюс какая-то часть такая бэкэнда, которая представляет наши индексеры API, которые наши разработчики пишут, и это уже так намного стабильнее, чем то, что там валяется в интернете. Так вот, у нас есть такой важный момент, который я хочу описать, то, что, как правило, это я вам здесь на картинке красиво написал, что вот есть API клиента, есть индексер, есть API этого индексера, есть какая-то база данных, как правило, вот так вот красиво это ничего не выглядит. Как правило, есть какой-то репозиторий, в который навалена куча неизвестно чего, есть какая-то такая поверхностная инструкция, типа вот это вот скачайте, вот эту вот программку, вот этот скрипт запустите, вот здесь отредактируйте, и оно будет работать, и не трогайте его. То есть никто это вот так вот не разбирает на части. И точно так же с клиентами монеты. Очень редко для новых монет есть что-то такое production ready. Для многих монет, я не буду сейчас их как-то там позорить, существуют такие реализации, когда они просто берут свой ужасный код, запихивают его на толстые-толстые сервера, там, я не знаю, со 120 ядрами и терабайтами оперативки. У них есть эти три сервера, они падают постоянно, перезагружаются, но в общем-то предоставляют какой-то сервис. И мы вот с этим всем работать, как правило, не можем, потому что это очень нестабильно. Очень куча может быть проблем, связанных с этим. Все вот эти вот API, которые мы говорим, они, как правило, есть публичные. То есть если вы делаете свою монету, вы потом говорите, вот у нас есть ноды, есть клиентные монеты, подключайтесь вот сюда, синхронизируйтесь, вот это наш официальный endpoint, работайте с ним. Куча проблем. Могут эти публичные падать. Они могут непрогнозируемо обновляться. Очень часто обновления у них приводят к тому, что у них API меняется, и те запросы, которыми мы раньше пользовались, перестают работать. Меняется функционал. Только недавно, например, Atom со второй попытки смог обновиться, после того, как он обновился, они просто потерли, к чертове матери, всю историю. Оставили только баланс на своих нодах, а все, что было до этого, всю историю, они просто ее потерли. То есть все, что есть вот это вот публичное, оно, как правило, нестабильно. То же самое с индексером и API. Это все очень крайне стабильно, поэтому, как правило, мы, чтобы обеспечить должный такой уровень инфраструктуры для наших клиентов, для тех, кто полет с кошельком, мы берем и разворачиваем каждую монету у себя. Опять же, мы делаем это не для всех монет. Есть, безусловно, монеты, которые предоставляют довольно стабильные какие-то вещи, и с ними можно, в принципе, работать. Есть, например, Tron, который, чтобы работал нормально, ему нужно такое количество ресурсов бахать, потому что экономически, в принципе, невыгодно у себя это разворачивать, поэтому мы там пользуемся публичным, например, до тех пор, пока оно не упадет. Хотя у нас тоже есть как бы это все в холодном резерве. Но, как правило, вот все эти проблемы решаются тем, что мы берем клиент монеты, смотрим их репозиторий и разворачиваем этот клиент монеты у себя в нашей инфраструктуре, чтобы он у нас был под руками, чтобы никто не мог его внезапно обновить, уронить, завалить атакой и так далее. У нас он крутится в нашей сетке, синхронизируется с какими-то публичными пирами, и мы с ним работаем. Опять же, это тоже не решает всех проблем. Клиенты монет, они тоже довольно проблематичные. Они могут застревать, например. То есть мы можем связаться не с теми пирами, может произойти какой-нибудь хардфорк, мы можем не успеть обновиться, или наоборот обновиться по рекомендации и выяснить, что поторопились разработчики монеты давать нам эту рекомендацию, и после этого обновления пропадает, не знаю, функционал, начинает работать нестабильно. Поэтому это тоже такая задача непростая, но она начинается с того, что мы у себя запускаем монету. И дальше мы уже думаем, как делать это все красиво. Это все, в принципе, касается любого open source кода. Я сейчас именно на этом уроке говорю о чужом open source коде. Когда мы говорим о нашем коде, с которым работаем мы, там он изначально уже создан так, чтобы быть стабильным, быстрым, отвечать требованиям нашим и вообще быть с таким production ready. Тут у нас все-таки open source, и видео об этом open source. Так вот, разберем те задачи, которые я делаю по каждой монете. Опять же, здесь нет никаких секретов. Любой, кто работает с криптой и вынужден как-то разворачивать у себя, это делает приблизительно то же самое. Когда мы запускаем у себя, нам нужно собрать то, что есть. То есть нам нужно взять текст, который есть в интернете, в репозитории, и превратить его в исполняемую программу у себя здесь, на серваке, которой мы были бы довольны. Так вот, тут куча должна быть выполнена действий. Мы сейчас по этим действиям с вами пробежимся. Первое, мы берем, открываем репозиторий. Кстати, мне, наверное, нужно будет запустить браузер. И в репозитории смотрим, есть ли вообще какой-то релиз цикл. Вот я здесь у нас буду в гугле открывать. Вот, например, как пример, у меня есть Anthology. Есть такая монетка, ONT. И вот у нас у этого Anthology есть... Ну, у них много что есть. Нас интересует, например, Anthology Explorer. Это часть Anthology Explorer. Неудобно мне это делать в маленьком экране, но, тем не менее, вот Anthology Explorer. Вообще, моя любимая, нужно сказать, монетка. Так вот, у них, видите, нет релизов. Ноль релизов. У них есть четыре ветки. Вот у них четыре ветки. Мастер и так далее, и так далее. И все, они валят в эти ветки. То есть, если происходит какое-то изменение, они его закидывают в ветку. Так, как бы нормальные люди не делают. У вас накапливаются какие-то изменения, вы их там проверяете в какой-то ветке и делаете релиз. И в этом релизе вы пишите, вот у нас произошли такие-то изменения. Вот это мы поменяли. Вот здесь у нас изменилось что-то в API. Вам нужно выполнить такие-то действия, чтобы обновиться. Ничего здесь этого нет. Они просто тупо все валят в ветку version 2.0. И поэтому, если вы просто будете у себя собирать все время из этой ветки, у вас будут все время происходить фантастические какие-то действия. То есть, каждый раз, когда вы попытаетесь куда-то заново собрать и деплоить, у вас все будет по-новому. Поэтому приходится ввязаться уже здесь к конкретному хэшу коммита. Или, может быть, если вам это выгодно, я не помню, до какой момент монеты я это делал, вы просто форкаете этот репозиторий и начинаете ввести его сам. Но это большой геморрой, потому что разработка монеты отдельно от вас уходит куда-то в сторону. Поэтому проще ввязаться к какому-то коммиту и периодически проводить исследования. Смотреть, вот они за последний месяц напихали столько изменений. Давайте-ка мы попробуем это собрать и деплоить в тестовую среду. Собираем. У нас сборка падает, все падает, потому что здесь нет релизов даже. Здесь ничего нет. И мы мучаемся, смотрим, что изменилось, пытаемся найти, поправить. Потом пишем нашему разработчику. Говорим, разработчик, вот там то, то, то поменялось, посмотри и так далее. Кстати, вот здесь вот у них достаточно мало ишесов. А я помню то, что я много создавал. Давайте попробуем из ишью author кэсси маев. Вот, полюбуйтесь, сколько я здесь. Три осталось открытые, 20 они уже закрыли. Вот я им здесь пишу, 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 пишу. Где-то я просто жалуюсь, где-то я предлагаю действия, где-то я показываю свой код. То есть тут не так, что мы просто жалуемся, мы пытаемся вместе создать вот так в мире более стабильную, надежную систему. И вы здесь можете посмотреть, сколько чего. Это вопрос о том, когда DevOps лезет в код. Тут не то, чтобы я лезу в код, но тут я даю кучу различных рекомендаций о том, как бы это всё-таки грамотнее организовать. Может быть, с точки зрения архитектор, но это громко сказано. Но это пример того, как DevOps-инженер лезет в код. С чем вы со мной не соглашались в прошлом видео и говорили, что DevOps не может лезть в код, что это он там будет советовать. Вот, посмотрите, здесь всякие штуки советуют. Так вот, есть... Мы с вами посмотрели, релизов нет, ничего нет. Хорошо. Есть ещё у нас Тезис такая монетка. Сейчас, GitLab, и она, по-моему, находится. GitLab, Тезис. Вот он, мой любимый Тезис на GitLab. На GitLab у нас есть Тезис, у Тезис есть, собственно, сам Тезис. И вот у них релизы уже есть. Вру, ничего у них нету, перепутал я. Релизов у них нету, у них есть ветки, но у них из хорошего есть таги ещё. На GitLab есть таги. И мы можем с вами здесь привязываться к тагам, которые, по сути, тоже ссылка на какой-то коммит. И они вот уже молодцы, они с какого-то времени... То есть, вот я когда начинал, по-моему, ещё не было у них вот этих вот всех тагов. Сейчас у них, видите, в мае выпустили, в августе выпустили, вот в декабре выпустили три недели назад. У них стало возможно привязываться к тагу и собирать так. Ну, это пример того, когда у нас нет с вами релизов. Давайте посмотрим кого-то с релизами. Например, не знаю, Neo, по-моему, делает у нас релизы. Вот у нас Neo. Вот, видите, у него есть 11 релизов. Мы можем спокойненько брать релизы, на токтере отмотать на какой-нибудь стабильный. Не вижу никакого стабильного, к сожалению. Ну вот, есть какие-то релизы, мы можем их отсюда брать. Вот из сентября последний превьюшный релиз из августа, вот 10, 2, 10, 3. И вот здесь мы можем взять релиз. Релиз у них, по сути, представляет собой вот здесь вот какие-то исходники, собранные в архив. Тоже не очень удобно, но уже хотя бы у нас есть что-то. То есть мы нашли с вами хотя бы релизы. Опять же, самих релизов нам мало, нам нужно еще понять, какие есть артефакты релиза. То есть у Neo мы сейчас посмотрели. В Neo у нас с вами, ну, просто лежит какой-то код. Нам бы с вами найти какую-нибудь монетку, у которой есть конкретный, хороший, удобный релиз в виде чего-то. Например, Nano они вообще выпускают. Давайте посмотрим. Я просто знаю, что у Nano есть в Docker Hub. Nano молодцы. Они вот здесь вот просто выпускают свои релизы в виде готового образа на Docker Hub. Тоже есть свои нюансы. Мне, например, приходится этот образ пересобирать по куче различных причин. Но вот у них уже вы можете брать что-то и как-то этим пользоваться. Вот у них здесь есть куча тегов, как этим пользоваться. А можем взять какой-нибудь EOS, например. Достаточно такая цивильная монетка. У них должно быть все нормально. Вот у них сразу переходим на страничку с релизами. И вот у них уже красивый релиз. Вот вы видите, что был релиз 1.8.8. Два дня назад буквально. Вот я обновлялся. Вот у них какие баги они поправили. Вот какие были изменения. Вот что нужно прочитать обязательно. И вот у них уже красиво выложено. Вот все у них есть. У них есть RPM пакет. У них есть DEP пакет. У них есть SOURCE код. У них есть RGZ. То есть вот это вот уже приятно. Тут вы можете взять готовый пакет и уже его разворачивать в зависимости от того, какая у вас система. Не нужно вам думать, что вам с этой штукой делать. Они просто зарелизили и сделали все красиво. Так вот, если у вас таких вот релизов красивых нет, вам нужно писать свой сценарий сборки. Это уже начинается геморрой. У кого-то есть инструкция, у кого-то нет инструкции. За кэш, например, он может собираться 40 минут. Но хорошо, что в принципе в последнее время, этого не было буквально года полтора назад, все такие популярные известные монеты, они стали наконец релизить свои бинарники, которые можем использовать. До этого нам нужно было из исходного кода каждый раз собирать. То есть у нас на нашей ICD-системе, в GitLab, в Jenkins, смотря что вы используете, в чем угодно, мы выкачиваем код, мы начинаем запускать, скачивать все компиляторы, обновления, совместимость. И все это выкачиваем, выкачиваем. Потом начинаем это все собирать. В результате сборки получается пакет. И мы надеемся, что этот пакет такой же, как задумали разработчики. Но совершенно не факт. Но что очень часто разработчики забывают указать какую-то совместимость. Могут там использовать другой какой-нибудь немножко компилятор версии. Там все, что угодно может быть. Могут быть какие-нибудь конфиги, они не туда положили. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что вообще разработчики, они все на ноутбуке что-то там нафигачили, посмотрели, сказали, что да, вот так вот собирается, вот так запустится. И когда вы начинаете в изолированной среде это все запускать, когда у вас для сборки запускается один агент, вы берете чистую операционную систему, чистую файл с темой, все туда выкачиваете, все делать, как сказано. Оно не факт, что заведется, к сожалению. Должен сказать, что несмотря на то, что, конечно, много хороших разработчиков попадаются, они редко и очень часто приходится вот прям вот разбираться в каждой монете, что же, почему она не собирается. Или почему она собралась, мы ее запускаем, а она теперь падает. Это все грустноватенько. И девопс-инженер должен с этим разбираться. И очень часто, опять же, вопрос, когда девопс-инженеры лезут в код. Вы начинаете все собирать и смотрите, вот она у вас упала. Вот смотрите ошибку, почему упала. Лезете в код, находите, что здесь у него неправильная зависимость, здесь у него переменная переопределена. Здесь он сказал, что она так называется, а она на самом деле вот так называется. И вы начинаете писать, что, ребята, у вас здесь так-так-так-так-так-так, давайте поправьте код здесь, здесь, здесь и здесь. То есть, опять же, мы, конечно, не лезем и не говорим, давайте, меняйте, как у вас здесь все работает. Но такие мелкие ошибки, которые есть в коде, DevOps-инженер может найти и показать разработке, сказать, что здесь у вас так плохо. Когда это наша собственная разработка, это, конечно, очень быстро процесс происходит. Когда это open source, вы им туда issue зареплотили, и они там через две недели посмотрели. Хорошо, что у нас кошелек такой достаточно популярный. У нас есть, как правило, каналы связи с каждыми разработчиками монеты, и мы там можем быстренько эти вопросы решать. И вообще, как правило, таких проблем уже стало меньше в последнее время. Все-таки сфера развивается. Но вот, опять же, года полтора назад это было трудненько. Следующий момент. Это управляемые конфиги. Опять же, разработчики, как правило, что они делают? Они создают какой-то конфиг и говорят, ну, вот этот вот конфиг давайте использовать. Давайте я посмотрю, например, на примере того же Anthology. В душу он мне запал. Хотя в любой монете это есть. Я не факт, что сразу найду эти конфиги Anthology. Ну, давайте попробую. Не похоже на то, что я хочу. Наверное, он от Explorer я опять свой родной хочу. Это их Explorer от них же. То есть, к их монете они еще и выпускают Explorer. Мы его с вами вот смотрели. Это тот, которому я зарепортил много всего. Explorer. Можно посмотреть, кстати, много таких монет. И в этих монетах будут от меня какие-то зарепорченные ищи. Может быть, даже будут какие-нибудь марш-реквесты, куда я что-нибудь писал. Вот, например, у них здесь есть конфиг. И вот в этом конфиге мы можем взять. У них здесь, в принципе, сделано красиво под разные среды, дефолтные какие-то параметры и так далее. Но у них, видите, здесь что-то захардхожено везде. Тут вот фалл значения. Здесь вот 5, они считают, что правильно. Здесь какая-то кодировка. Вот порт по умолчанию 80-90. А я, может быть, не хочу 80-90. Может быть, мне удобно на другом порту запыхать. Видите, здесь есть прямо логин и пароль к datasource, которые я, безусловно, не могу использовать. Мне нужно как-то их переопределять. И в таком случае мне нужно перерабатывать конфиги. То есть, если у меня есть какие-то значения, с которыми я буду работать и которые будут меняться у меня от среды к среде, мне нужно их, ну, например, превратить в переменные. Опять же, куча вариантов того, как вы можете это делать. Вы можете создать свой файл конфига, который вы будете подкладывать во время сборки. Но вам будет тяжело это делать, потому что, опять же, разработчики двигаются вперед. У них меняется конфигурационный файл. И тогда нужно будет вам при каждом обновлении смотреть, как у них структура этого конфигурационного файла поменялась или нет. Если поменялась, что там нужно добавить, что нужно убрать. Так вот, суть в том, что вы должны эти параметры, которые вы будете часто переопределять, переделать в вид удобный для вас. Опять же, это могут быть логины и пароли. Это может быть, например, количество потоков. Например, вы хотите, чтобы у вас в какой-то вашей разработческой среде был один поток. В каком-нибудь стейджинге, где у вас идут активные тесты, каких-нибудь 4 потока. А на продакшене пусть 8 потоков работает, чтобы держало нагрузку. Опять же, и чтобы у вас не было трех разных конфигурационных файлов, потому что это ведет к проблемам. Вы делаете один конфигурационный файл, чтобы можно было вносить изменения только в одном файле. И потом уже в момент деплоя переопределяете эти значения. Опять же, это одна из таких best practices, которым нужно следовать. Очень много людей просто хранят кучу конфигов, которые они так перекладывают с места на место. Но это каша, и она рано или поздно приводит к проблемам. Следующее, скрипт запуска. Опять же, разработчики монет, они особенно не парятся о том, насколько это продакшен рейд. Они говорят, дайте 8 ядер, 16 гигов оперативки, будет работать, ну упадет, запустите заново. Нам так не пойдет. Нам нужно стабильную среду иметь. Поэтому мы чаще всего делаем свои скрипты запуска. В этих скриптах запуска мы можем, опять же, например, значение переменных подставлять из предыдущего файла конфигурации, из прошлого слайда, когда нам нужно менять и редактировать файл конфигурации. Мы можем писать свою строку запуска. Есть, например, такие ситуации, когда у нас разработчики монеты пишут, что перед запуском проведите миграции вот таким-то скриптом. Ну, мы DevOps-инженеры, нам не нужно с вами ничего делать никогда руками. Нам нужно, чтобы все было автоматически. Поэтому мы это все добавляем в скрипт запуска, что как только монета запускается, она пробегает и делает эти миграции. Если она их делала, она их пропускает, не делала, запускает. То есть ничего не делаем руками. Опять же, очень часто мы можем захотеть посмотреть, а что у нас там происходит такого более подробно. Для этого нам нужно запустить монету с каким-то более подробным режимом логирования. Например, там, слэш-слэш-дебаг. И опять же, нам же не нужно каждый раз этот скрипт заново менять, заново пересобирать. Говорит, а теперь запускаем с таким скриптом. Нам нужно, чтобы у нас был единственный скрипт, и в нем мы, допустим, добавляем какую-нибудь переменную, или просто что-то меняем там с true на false, или просто добавляем значение клея аргумента просто в коде. И у нас уже в следующий раз эта монета запускается с расширенным режимом логирования, мы можем это все увидеть. Тут, наверное, нужно сделать небольшое отступление, рассказать о том, что у меня, безусловно, это все крутится в кубернетисе. Я уже давно работаю с докером, я начинал там когда-то с кубернетиса, потом у меня был OpenShift, сейчас я снова вернулся к кубернетису. Кубернетис облачный, такой-сякой, какой угодно. И как бы у нас, наверное, будет видео, в котором я расскажу, почему кубернетис. Очень часто звучат от людей, не разбирающихся, нападки о том, что это как бы докер ради докера. Просто это вы делаете, потому что модно. Нет, мы это делаем, потому что это очень быстро, стабильно, ресурсы емко и экономически выгодно. То есть в кубернетисе можно построить действительно стабильную, отличную среду. Так вот, я поэтому для каждого из этого собираю свой докер образ. То есть у меня задачка еще немножко сложнее, мне нужно собрать докер образ, и этот докер образ должен быть легкий, быстрый, но, наверное, сейчас к этому придем. И там везде я меняю свои скрипты запуска. Дальше, после того, как мы это все, грубо говоря, собрали, запускаем и смотрим, как оно работает. Работает оно, в принципе, по-разному. Можем смотреть и отслеживать, насколько хорошо оно у нас там, не знаю, жрет ресурсы. Опять же, это клиент монеты. Моя задача в том, чтобы он не отстал от своих пиров, от сети, в общем, от блокчейна. И поэтому основная такая проверка – это проверять, насколько он отстал от публичной какой-то там высоты чейна. Мало кто заморачивается. Как правило, хаус-чеки – это проверить, не знаю, запущено ли приложение, есть ли у него какой-нибудь айдишник, или проверить, доступен ли порт. В крайнем случае, особенно умные люди пишут проверку, которая проверяет статус монеты. Если есть API у нее, и когда там статус ок, монета считается здоровой. Мы, безусловно, стремимся обеспечить прям должный уровень работы монеты, поэтому мы пишем свои сайткары, так называемые. Это дополнительные контейнеры, которые бегут рядом с основным. И эти контейнеры проверяют кучу параметров монеты. В частности, мы добавляем метрики Прометея. Эти метрики Прометея, перефразирую, клиент монеты, у него есть API, у этого API есть какие-то данные. Мы запускаем рядом сайткар. Сайткар считывает эти данные все и представляет их в виде метрик для Прометея. То есть, у меня есть метрики, и по этим метрикам я могу судить, насколько у меня монета действительно здорова. И если у меня в какой-то момент монета не здорова, она это скажет в этом своем сайткаре метрик. То есть, это дополнительный код, который бежит сбоку. Опять же, этот код в идеальном случае пишут опять-таки сами DevOps-инженеры. У нас по-разному это делается, но в частности, в данном случае я могу этот код уже там редактировать, править, его писал не я. Но я понимаю, как он работает, и я могу добавлять, менять какие-то параметры. То есть, у нас продвинутые хелс-чеки, которые действительно следят не просто ли живая монета, а насколько она соответствует нашим ожиданиям. В кубернете, опять же, на основе этих метрик и на основе этих хелс-чеков мы можем кучу действий выполнять, перезапускать, не давать на нее трафик, ждать, пока она догонит, запускать дополнительные реплики. Но это все уже такие продвинутые вещи. Дальше, безопасность. Это уже не сфера DevOps-инженеров, но, тем не менее, мы можем проверить основные вещи. То есть, после того, как монету запустили, мы смотрим, какие у нее есть опи-колы. Например, нано можно перезагрузить просто опи-запросом. Просто послали запрос, монетка перезапустилась. Поэтому перед ней надо или ставить какой-то прокси, или ограничивать эти пути и так далее. Ну и вообще нужно так там поглядывать. Но в данном случае мы чаще всего запускаем монету, отдаем ее хакерам, хакеры тестят, смотрят, если что-то находят, нам говорят, и мы это поправляем. Опять же, это не наш код, поэтому мы не можем много в нем поправить, поэтому мы, как DevOps-инженеры, надстраиваем какие-то вещи дальше. Мы или пытаемся на уровне конфигурационных файлов монеты заблокировать какие-то действия, либо мы перед ней начинаем ставить какие-то ограничители. В случае, если это наш код, тут все работает, конечно, по-другому. Опять же, подчеркиваю, тут код не наш. Это публично я вам показываю. Дальше обязательно проверяем параметры аудирования. Например, мой любимый Neo, который огромный, толстый и тяжелый, он просто не умеет писать логи на выход. Он их пишет в какую-то там базу данных свою локальную, в какой-то файл. И этот файл даже просто так не прочитать. Нужно другую ставить программку и читать этот файл. Мне это неудобно. То есть мне-то нужно делать свою продакшн такую среду, в которой у меня логи в любой момент отовсюду собираются. То есть у меня есть Lactic Search, у меня есть Kibana. Я все эти штуки собираю отовсюду. Парсю, смотрю, у меня дашборды, алерты и так далее. То есть мне нужно, чтобы логи выходили на stdout, и я их оттуда собираю и читаю эти логи. Опять же, у разработчиков монет свои представления о том, какие должны быть логи. Кто-то добавляет метку с временем, кто-то не добавляет метку с временем. Мне нужно самому писать, как DevOps-инженеру, свою прослойку, которая будет туда добавлять метку времени. Кто-то пишет логи в JSON, кто-то пишет их в стандартную строчку, кто-то вообще какую-то чушь творит. И это все очень неудобно. Мне нужно писать свои парсеры, которые берут этот ужасный лог и начинают разбирать его на части, чтобы можно было понять, когда там ошибка, когда там не ошибка, что из этого за прос, как с этим вообще работать. То есть, в лучшем случае мы можем написать, опять же, разработчикам монеты сказать, давайте вы будете делать просто стандартные JSON, или давайте вы определитесь и будете как-то, если у вас ошибка, это будет, не знаю, error писать в начале, или warning. Не будем писать, не знаю, level 3. Что это значит в вашем представлении? Это может быть information, это может быть все, что угодно. Там куча вообще нюансов. Стараемся привести логи в порядок, потому что без логов тяжело разобраться, что происходит. Ну и, по-моему, это уже последний мой слайд по слойке, по сборке. Ух, я устал, какое же долгое получится видео. Это то, о чем я говорил. Это best practice того, все-таки в чем вы запускаете. Безусловно, докер не панацея. Если вы не разбираетесь хорошо в кубернетисах этих наших, то не нужно просто так тупо засовывать в докер. Как правило, это приведет еще к большим проблемам, чем если бы вы просто так это запустили на выделенных серверах или где вы там это запускаете. Но, если вы разбираетесь в той среде, в которой вы это запускаете, это может быть хоть, не знаю, IBM, WebSphere, все что угодно, то там есть какие-то свои best practices, с которым нужно следовать, что у вас получилась стабильная среда. Например, для докера это должен быть легкий контейнер. То есть, он должен занимать мало места. То есть, я стараюсь все строить на базе Alpina, который очень маленький, легкий. Сборка происходит быстро. Если сборка происходит долго, я делаю так, чтобы у меня был отдельный сборочный контейнер, и в результате он свои артефакты сборки перекладывал в следующий контейнер, который легенький. И в контейнер, в образ. И я с этого имиджа могу очень быстро запускать новый контейнер. То есть, опять же, это в куче случаев может пригодиться. Например, пошла нагрузка, вам нужно срочно запустить, не знаю, как с манера произошло недавно, нужно срочно запустить 10 дополнительных нот. И если у вас контейнер тяжелый, и он долго стартует, то у вас большой такой простой будет. В несколько минут, но для клиентов кошелька это все-таки критично, у них могут ошибки выскакивать, там деньги быстро не происходят, и все-таки это сфера, связанная с финансами. Поэтому нужно делать, чтобы контейнеры были легкие и быстро, они моментально запускались. Опять же, нужно делать так, чтобы у нас в контейнере был только один процесс. Например, мой любимый Nano там так не работает. Там у них, помимо того, что есть основной процесс, у них еще периодически по расписанию запускается какая-то там очистка сжатия баз данных, запускается сервер времени, не дает предложению сдохнуть. Если предложение сдохло, он его сам какими-то своими средствами пытается перезапустить. Эта вся громоздкость, она приводит к проблемам в продакшене. То есть в идеале у вас есть просто тупо функционал, который запускается одним бинарником, и все. Все остальные действия лучше выполнять отдельно. Но это уже концепция микросервисов, когда мы это все разбираем, разбиваем на части, и когда мы это все разбиваем на простые и легкие части, оно в целом работает лучше. Но нужно, безусловно, уметь разбирать и потом собирать это грамотно. Про это тоже как-нибудь, наверное, поговорим. Так вот, в результате всех этих действий по сборке вы должны с вами получить такую стабильную, безопасную, управляемую софтину. То есть мы не просто это еще сами как бы у себя это делаем, мы еще желательно как-то это все выдаем в мир. То есть не просто закидываем говном разработку, которая там что-то плохо сделала, мы им даем советы, мы пытаемся сделать экосистему лучше. А для себя, как для компаний, в которой мы работаем, мы создаем те среды, в которых может легко разобраться кто угодно. Новый пришедший DevOps, разработчик, тот, кто просто посмотрел на наши репозитории, он понимает, что если он хочет запустить, заново развернуть где-то эту монету, не знаю, в Docker Compose, где угодно, ему просто нужно скачать репозиторий, запустить сценарий какой-нибудь, или просто сделать Docker Run, и у него все это само запустится. Хочет поменять параметры, посмотрел очень быстро и прозрачно, в каком файле это делать, запустил работы. То есть мало получить стабильную, безопасную управляемую, еще она должна быть такая более-менее прозрачная. Ребята, я хотел записать одно долгое видео с билдом и деплоем, но я чувствую, никто не дойдет даже до конца этого видео, поэтому сделаем паузу, со споркой мы разобрались, с деплоем будем разбираться в следующем видео.